Израиль ужесточает антивирусные ограничения. Маски в стране, которая недавно от них отказалась, снова обязательны. Там зафиксировали индийский штамм коронавируса. Число заболевших вновь пошло вверх. Лишь три недели назад в Израиле полностью отменили масочный режим. И вот пришло время вновь надевать защитные медицинские маски. Пока только в медучреждениях и в аэропорту, которые по мнению специалистов, стал главными воротами проникновения вируса в страну. Это непривычный черед и даже не самая распространенная в последние месяцы британская мутация вируса. Это более заразный индийский штамм. Его здесь боятся, и уже в ближайшие воскресенья во всех помещениях, в офисах, театрах, магазинах, школах нельзя будет появляться без, казалось бы, ушедшей в прошлое, маски. Только что принявший полномочия премьер-министра Нафтали Беннет первым делом приехал в аэропорт, чтобы уговорить соотечественников, отказаться от чреватых заражениями, полетов за границу. Я хочу попросить. Это не предписание, это просьба. Те, кому не нужно вылетать за границу, не вылетайте. Если это жизненно необходимо, это нормально. Но если не требуется вылетать за границу, путешествуйте по Израилю, минус обратил сон к израильтянам. Почувствовавшие недобрые израильтяне в ответ скупили билеты на все ближайшие рейсы в страны с низким уровнем заболеваемости, Грецию, Кипр, Грузию. Туда, где признают местные свидетельства о вакцинации. Израильский Минздрав обеспокоен тем, что среди тех, у кого по возвращении из зарубежной поездки обнаружен индийский штамм коронавируса, есть полностью вакцинированные, а это значит, что при плохом развитии эпидемиологической ситуации границу могут закрыть вновь. Обещанные 1 июля открытия страны для вакцинированных иностранных туристов от греха отложили минимум на месяц. Поскольку в Израиле большинство, большая часть населения вакцинирована, то не удивляет, что среди новых больных люди прошедшие успешную вакцинацию. Мы наблюдаем у них легкие заболевания. То есть вакцина, если не предотвращает заражение, она предотвращает тяжелую болезнь, минус говорит профессор, заведующий отделением Иерусалимской клиники Адаси Архат Софим Яков Беркун. Показатели заболеваемости в стране хоть и выросли, но далеки от наблюдавшихся накануне третьей волны эпидемии. Тогда в Израиле одновременно болели 80 тысяч человек. Сегодня, чуть более 600. Если зимой ежедневно более 10 тысяч тестов оказывались положительными, то вчера диагноз коронавирус получили всего 170 пациентов. Тогда, работавшие по всей стране ковид-отделения были переполнены тяжелыми больными. Сегодня на амбулаторном режиме полсотни человек, умерших от коронавируса не было уже несколько недель. Да и вакцина, по мнению медиков, защищает от индийской мутации на 88%. Но координатор борьбы с эпидемией, профессор Нахманаш боится, что без превентивных мер вспышка болезни может перерасти в новый волн, локальные вспышки вышли за пределы очагов. Наша общая задача – взять распространение эпидемии под контроль и свести показатели заболеваемости к минимуму. Введен обязательный 10-дневный карантин для привитых израильтян контактировавших с носителями опасных мутаций очевид. Полиции разрешили серьезно штрафовать родителей, если их дети нарушили предписанную самоизоляцию, отправившись в школу или во двор. Подростков от 12-ти лет призывают записаться на прививку. Они остаются основной группой, болеющей, как правило, легко, но также легко распространяющих коронавирус. Победа над эпидемией далась Израилю нелегко, и здесь не хотят, чтобы она оказалась временной.